Привет, ребят! Вы на канале Ливотский Хаус. Сегодня у нас предстоит не очень много работы, но она тяжеленькая будет. Вот, как видите, я закупил доски немножко. Это надо будет доска для септика, чтобы оградить, можно сказать, бетонные кольца от фильтрующего колодца. Чтобы щебень спокойно засыпать, надо такую небольшую оградку сделать. Это у нас что сегодня в планах будет. Потом я подключу насос. Вернее, как сказать, я даже никуда не уезжал. Я сегодня заночевал в машине. Мне так лень было просто куда-то ехать. Поэтому вот сейчас я умоюсь. Насос я не отключал. Получается, сегодня еще в кессоне приберемся. Сделаем подложку под щебень. И на сегодня все. Поедем домой, постараемся сегодня максимально быстро что-то сделать. И отправимся домой. Завтра будем ждать щебень, рассыпем щебень. И на пятницу будем ждать кольца железобетонные. Так, прежде чем взбивать вот этот заборчик, пойду еще включу скважину насос, пускай прокачивается. Субтитры сделал DimaTorzok Как видим, вода у нас бежит. Так что пусть скважина и дальше прокачивается. А мы после утренней ванны приступим к изготовлению щита. Замеряю еще подсыпку нашу, высоту, которая получилась. И уже от этой подсыпки надо еще 900 мм высоту кольца отложить. Это приблизительно наш заборчик должен быть. Ну, мне так кажется, где-то он метр тридцать должен быть. Ну, дальше. Щит будем выполнять из обычной доски. Были бы старые доски, можно было бы воспользоваться ими. Так как их все равно надо оставлять в грунте. Но у меня тут еще ничего нет. Голый участок. Пришлось использовать новые, свежие, хорошие доски. Грустный смайлик. Щит нужен как подпорная стенка для нашего щебня. Который будет образовывать наждонный фильтр. Фильтр необходимо делать из гранитного щебня фракции 20-40. Ни в коем случае нельзя использовать для септика и звездковый щебень. Этим вы его испортите и придется его переделывать. А это большие временные и денежные затраты. Вы спросите, для чего такой большой фильтр по высоте 1,3 метра? А я отвечу, что согласно СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 Высота домного фильтра для песчаных грунтов принимает 0,3 метра. А для глинистых грунтов 1 метр. В нашем случае сублинок с камнями, но с достаточно хорошей фильтрацией. Что очень радует. А пока мы продолжим делать щит. После сбития щита установим его в проектное положение. Аккуратно опустив на дно приемка. Аккуратно опустив на дно приемка. Пока распорки делаем со стороны, где будет находиться щебень. Чтобы сдержать давление грунта. В дальнейшем распорки перенесем на другую сторону. Когда будем засыпать щебень. Лучше всего разносить друг от друга септик и донный фильтр. Но у нас немного стесненная обстановка. После монтажа щита осталось добить песчаную подушку. Под основание септика. И можно переключаться на кессон. Как-то так пока. Залезу, утрамбую. Дальше будем смотреть. Как трудно дается это уплотнение. Много сил забирает. Но есть один плюс. Будет хороший трицепс. Также для себя вел упражнения и на спину. Решил потихоньку откладывать в сторону камни и скотчи. Они всегда пригодятся в строительстве. В кессоне надо первым делом отключить насос и приступить к подготовке основания. Тут тоже трактор постарался и перекопал немного больше. Но так как на участке много камней, их используем и тут, чтобы закидать меньше щебня. Так как он не дешевый. Тысяча шестьсот пятьдесят рублей за куб. Это с доставкой. Цена прошлогодняя. В этом будет точно больше. Зря решил таскать большие камни. Можно было бы обойтись небольшими. А так мне это позже олукнется болью в спине. День подходит к концу. Сегодня что я сделал, это подготовил основание в кессоне. Завтра уже заказал приедет машина с щебнем. Вот что у нас получилось по кессончику. Вот я заложил известняком. Так как экскаватор опять же прокопал немного больше. И просто щебня не хочется хранить. Тут много строительного мусора. Не строительного мусора, а камней. Поэтому я решил его применить. Что я еще сделал, это вот подсыпку. Полностью доделал подсыпку. И поставил щит. Щит для щебня. Почему я делаю такой щит? Вообще по нормам. Нужна щебеночная подсыпка. От 0,3 до 0,6 метра. Но так как у меня не просто грунт один работает. А тут очень много камней. Большая поверхность должна впитываться. И поэтому я принял щебеночную подсыпку. Такую большую. Чтобы площадь была фильтрации побольше. Завтра, ребята, мы тоже тут будем. Завтра я намерен сюда тоже приехать. Потому что будет... Завтра я намерен тоже сюда приехать. Привезу щебень. Буду его раскидывать. Поэтому оставайтесь с нами. Ставьте лайки. Комментируйте. И подписывайтесь. С вами был Ливотский Хаос. Пока.